Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. История армянского народа, как индивидуальная история, является также и нашей историей. Джереми Браут, мэр города Брон. Предложение Сената Франции о принятии резолюции было принято подавляющим большинством голосов. Менен Деск. Помощь США Азербайджану неприемлема и морально непростительна. В Армении прибудет директор по стратегии, планированию и политике Европейского командования США. Нынешнее состояние монастыря Апранг, губерния Держан, Ерзенка. На границе Бюракен-Харберт обнаружены руины античного города Мерель. Для защиты западноармянского языка западная епархия создала в Антелиасе фонд на 100 тысяч долларов. Город Брон в рамках своей культурной политики оказал финансовую поддержку Национальному центру армянской памяти Десинс в соответствии с единогласным решением мэри города Брон от 15 ноября 2022 года. Господин Джереми Браут подчеркнул важность ценности передачи памяти и истории, которые относятся ко всему человечеству, особенно геноциду, осуществленном против армян. Господин Браут напомнил о неблагоприятном контексте, в рамках которого Армении была оказана помощь, что сделано ее мишенью новых нападений со стороны Азербайджана. Он напомнил о связи Франции с Арменией и о своем долге перед ней. Господин Браут высоко оценил также работу Национального центра памяти в области исследований культуры и истории, добавив, что индивидуальная история армянского народа касается и их. До завершения обсуждения, зачитав отрывок из произведения писателя Вильяма Саруяна, господин Джереми Браут поприветствовал присутствующих председателя Национального центра армянской памяти господина Фредди Сабунку и министра иностранных дел Республики Западной Армении госпожу Лидию Маркосян. Предложение Сената Франции о принятии резолюции было принято подавляющим большинством голосов. Господин Бруно Реталью, Кристиан Кембон, госпожа Эляс Асаси, Патрик Кяннеш, Эрве Марсель и Гилберт Люк Девинас представили резолюцию о применении санкций против Азербайджана и обеспечении немедленного вывода вооруженных сил с территории Армении, требуя соблюдения соглашения о перемирии, подписанного 9 ноября 2020 года, а также поддержать любую инициативу, направленную на установление прочного мира между двумя странами. Учитывая статью 34.1 Конституции Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 года, Североатлантический договор от 4 апреля 1949 года, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 4 января 1969 года, резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 61 от 16 сентября 2005 года об ответственности за защиту соглашения о перемирии от 9 ноября 2020 года, о принятии 25 ноября 2020 года Сенатом решения номер 26 о признании Нагорно-Карабахской республики в 2020-2021 годах. Можем сказать, что повторяющаяся агрессия азербайджанских вооруженных сил в Арцахе, южно- и юго-восточных районах Армении является нарушением суверенитета этого государства и соглашения о прекращении огня заключенных между двумя сторонами. Полную версию нашей статьи читайте на нашем сайте. Почему Соединенные Штаты продолжают поддерживать Азербайджан и после 44-дневной войны? Госдепартамент уверен, что эта помощь не направлена против Армении, и почему Вашингтон не изменил отношение к Азербайджану после сентябрьского нападения на Армению? Это основные вопросы, которые вчера члены комиссии по внешним отношениям Сената США адресовали двум высокопоставленным американским дипломатам, занимающимся регионом, заместителю госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Карену Донфриду и советнику госсекретаря по вопросам Кавказа, соприседателю минской группы ОБСФ Филиппу Ликеру. Обсуждение начал председатель комитета демократ Боб Менедсен с четкого вопроса. Чем Соединенные Штаты могут оправдать предоставление какой-либо поддержки безопасности и другого рода поддержки администрации Баку? Это неприемлемо, морально непростительно и изъебательство над актом поддержки свободной, 907-я резолюция которого говорит о том, что помощь Азербайджану не может быть предоставлена, пока эта страна не прекратит нападение на Армению и Карабах и не снимет блокаду. В ответ заместитель госсекретара Карен Донфрид однозначно наставил, что при принятии решения взвесил все факты, предоставляются исключительно меры защиты, которые не могут быть использованы против Армении. Посольство США об Армении рада принять в веревании генерал-майора Даниэла Лассика, директора по стратегии планирования и политики Европейского командования США. В рамках визита генерал-майор Лассика возложит веньки в могиле неизвестного солдата к мемориалу геноцида армян, встретится с министром обороны Республики Армения Суреном Попекианом, начальником генерального штаба Эдвардом Асрианом и секретарем Совета национальной безопасности Арменом Григорианом, с которым обсудит армяно-американские взаимоотношения и вопросы региональной безопасности. Генерал-майор Лассика примет участие в церемонии открытия новых казарм столовой и конференц-зала Учебного центра миротворческих сил ЗАР. Построенный монастырь в губернии Дерджан-Ерзенка Западной Армении оставлен на произвол судьбы. На входной двери церкви указано, что она была построена в 1854 году. Церковь имеет архитектурную ценность. Несмотря на разрушение кладоискателей, церковь и примыкающие к ней часовни смели отстоять и дойти до наших дней. Напомним, что настоящее название монастыря Апранк в провинции Ерзенка – Святой Давид. И рядом именно с этим монастырем находятся два знаменитых хачкара-язынки. Монастырь, построенный на горе в Ванг-селе Учпынар, в XIX веке был духовным центром этого региона. На хачкарах имеются многочисленные армянские надписи. На одном из хачкаров высотой 4 метра, а шириной в 1 метр высечена дата 1191 год, а на другом – 1194. В регионе Месопотамии, известной плодородными землями и богатой природой, на протяжении тысячелетий жили многочисленные цивилизации. Многие древние города этого региона, упоминающихся в истории, не имеющие точной информации об их существовании, были обнаружены в результате раскопок. Один из них – город Морель. Информации об этом городе также нет. Преподаватель университета Бинг-Гюль, историк-доктор Неби Бутасим говорил о городе так. «Информации о датировке от античного города нет. Создается впечатление, что он внезапно исчез. Входы в ворота, строения камней такие же, как у Зерзеванской крепости. Я также сравниваю руины и декорации камней города с древней Пальмирой. Площадь очень большая. Если будут проведены исследования, могут быть сделаны очень важные открытия. Мы предложили признать город охраняемой территорией». На протяжении многих лет под руководством католикоса Великого дома Килики Арама I ведется работа по защите западноармянского языка. В октябре текущего года Западная епархия Соединенных Штатов созвала 50-е национально-вселенское собрание, в ходе которого патриарх Тургом заявил, что нужно создать специальный фонд для защиты западноармянского языка, чтобы Великий дом Килики смог продвинуть его с новым размахом. Собрание единогласно одобрило идею епископа. С этой целью католикос и правление АСК провели совместное совещание, в ходе которого утвердили фонд Ватилиас на сумму 100 тысяч долларов на защиту западноармянского языка. По этому случаю католикос обращается ко всем с призывом, чтобы вопрос защиты западноармянского учли очень важным. Также внесли свою материальную нравственную поддержку этой жизненно важной программе, имеющей национально-стратегическое значение. И в заключение новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!